Пришелся научно-практический форум уроки Нюрнберга, приуроченные к 75-летию Международного трибунала над нацистами. Во второй заключительный день работы участникам представили многотомный архивный сборник без срока давности. В нем в том числе представлены свидетельства очевидцев о злодеяниях, совершенных оккупантами. На форуме говорили не просто о прошлом, а о прошлом в применении к настоящему и будущему. Поднимали вопросы воспитания и просвещения молодежи на тему войны. Прозвучало и мнение представителя подрастающего поколения, школьника Санкт-Петербурга. Дима Лариков, снявшийся в фильме о Великой Отечественной войне, рассказал о впечатлениях от съемок и о главном выводе, который он сделал. Юный актер убежден, что сверстники обязательно должны знать о тех событиях, тогда никто не сможет их обмануть и сказать, что было не так. Я очень рад, что принимаю участие в Беждународном форуме. Сегодня я волнуюсь намного больше, чем волновался перед кастингом на мою самую важную роль в фильме «Лошадка для героя». Я играл простого мальчика Федю. Вот он бы мог здесь выступить и рассказать, как все было на самом деле. У него каратели убили маму и повесили старшего брата. Уважаемые взрослые, находящиеся в этом зале, да и в принципе со всего мира, сделайте так, чтобы я, мои друзья и мои сверстники знали об этом через школьные мероприятия, фильмы, книги, интернет. Я хочу повторить фразу, которую сказала девочка, читая дневник моего героя Федя. Простите, я не знала, что война такая страшная. Мы, школьники, должны об этом знать и помнить, потому что знания об ужасах войны дают нам возможность в будущем жить в спокойном мире. Фильм, о котором идет речь, рассказывает об оккупации Псковской области. И сюжет – это невыдуманная история. За основу авторы взяли реальные документы о судьбах местных жителей, взрослых и детей. Федь, а ты вскреди у немцев автоматы, перенеси, пойти заново. Ага, здрасте. Возьмите меня в разведчик, у меня автомат есть. Разве ж так возьмут? А как возьмут? Если я им сведения важные добуду. По деревням все считать буду. А что считать будешь? Сколько где фашистов, полицаев, оружия сколько и какое. Машин. А если тебя поймают, то пытать будут? Не поймают. А если что, так сделаю. Так, что ничего они у меня узнать не смогут. А что здесь? Ну все, скоро комендантский час. Беги домой. Пусть бабка Евдокия скажет, что я на рыбалку пошел. И утоп. Под лед ушел.